Русскому человеку всегда хочется волшебства и праздника. Именно поэтому цирк в нашей стране получил и признание, и развитие, и народную любовь. Как я цирк уважаю, когда они жанглёны прыгают, они до штуки летают, в булдыка играют. На Руси всегда любили балаганы. Они высмеивали пороки общества и критиковали чиновничьи порядки. В 19 веке цирк становится профессиональным, но если и считается искусством, то легкомысленным. Само слово цирк означает что-то несерьезное, чему не стоит придавать значение. Да, я шут, я цирк, так тоже. Пусть меня так зовут, вельможи. Откровенная телесность и бесстрашие весьма интригуют высший свет. Роман с цирковой артисткой считается пикантным приключением и нравственным падением одновременно. А, пакник! Не думайте, что если в цирке, то всё важно! В 20-е годы нарком Луначарский решил покончить с сомнением, что цирк – это искусство для ванек. Он первым задал цирку высокую планку. Культовый фильм 30-х годов, который задумывается как рекламный буклет страны, так и называется «Цирк». Фильм про цирк декларировал идеологию государства. В декорациях манежа мы соперничали с Америкой, совершали трудовые подвиги и пели неофициальный гимн страны. Европа влюбилась в советский цирк после первого же гастрольного тура в 1955 году. Английские газеты писали, что советский цирк намного лучше любого другого. Здесь всё представление задумано и срепетировано как единое художественное целое. Советский цирк зарабатывал на гастролях более 5 миллионов долларов в год. Это была эпоха цирка. В 70-е годы конкурс в профильное училище доходил до 100 человек на место. Цирк влился во все сферы массовых развлечений – и на телевидении, и в кино. Клоуны, силачи и дрессировщики играют драматические роли в популярных кинокартинах и самих себя, вставших необычайно модными в фильмах про цирк. Выступает Игорь Кио! На арене цирка любые жизненные перипетии становятся остросюжетными, и эта тема позволяет режиссёрам мгновенно переключать зрительские эмоции со слёз на смех и обратно. Взрослый зритель всегда испытывает в цирке волнение. Во-первых, это встреча с детством, а во-вторых, только повзрослев начинаешь понимать, какой труд стоит за этим искусством, и болеешь за артистов. Восхищение недосягаемое. Это наше всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова